Всем здарова, с вами Рики. Сегодня я с вами поделюсь своим скриптом, с помощью которого вы сможете вынести камеру из композиции и притречить объекты, на которые не будет влиять тайм ремаппинг. Это особенно полезно для трекинга оверлеев, потому что они обычно записаны в очень низком фпс, и их ни в коем случае нельзя замедлять. Вот так выглядит сайн, когда на оверлей влияет тайм ремаппинг. Как видите, из-за сильного замедления анимации у оверлея практически нет, словно я затречил статичную картинку. Но если я затречу оверлей в композиции, где на него не будет влиять тайм ремаппинг, то он будет отлично проигрываться. Перед началом туториала хочу поблагодарить этого прекрасного человека за донат. Мне очень приятно. Если вам полезны мои туториалы, то вы тоже можете поддержать меня на бусте. Буду благодарен. И, как обычно, предупреждаю. Перед тем, как смотреть этот туториал, вы должны посмотреть мои прошлые туториалы, иначе вы ничего не поймете. Начинаем. После импорта клипов обязательно нужно проверить их фпс. Если они записаны в 1000 фпс, то меняйте их фпс на 999, иначе у вас потом будет рассинхрон, так как After Effects не позволяет создавать прикомпозы с фпсом выше 999. Если вы хотите очень сильно замедлить игру, то записывайте ее с помощью этих элиасов. Они будут рекать в 500 фпс, но при этом сама игра будет замедлена в несколько раз. В старом конфиге элиас 1000 фпс не работал, но я недавно обновил конфиги, и теперь эта проблема устранена. Со слоями разобрались, дальше идет камера. После ее импорта вы обязательно должны поменять интерполяцию кейфреймов с Linear на Hold. Если вы этого не сделаете, то после применения Velocity ваш трекинг будет кривой, потому что в этом случае After Effects будет пытаться взять интерполированные значения камеры между кейфреймами. Но, если вы поставите Hold кейфреймы, то значения между кейфреймами интерполироваться не будут, и ваш трекинг будет идеальный. С импортом клипов разобрались. Дальше я с помощью своего скрипта из Relating Tutorial узнаю координаты нужной мне точки, импорчу нужный мне оверлей, делаю его 3D объектом, и перемещаю его в центр. Как видите, он полностью черный. Это происходит из-за того, что оверлей учитывает цвет лампочек. Чтобы это отключить, зайдите в Material Options и поставьте Accept Lights и Accept Shadows на Off. Теперь нужно сделать так, чтобы оверлей всегда смотрел в камеру. Жмем по нему правой кнопкой мыши, Transform, Auto Orient, и выбираем вот эту кнопку. Отлично! Теперь немного изменим позицию и Scale. И поставим режим наложения Screen, чтобы не отображался черный цвет. Выглядит уже лучше. Давайте избавимся от некрасивых острых краев. Для начала нам нужно открыть 2D-исходник нашего оверлея. Для этого жмем по нему правой кнопкой мыши, Open, Open Layer. В этом окошке выбираем Masks и делаем мягкую маску по краям. Вот такая маска у меня в итоге получилась. С помощью параметра Expansion я ее немного сдвинул в центр и с помощью Feather сделал ее очень мягкой. Прекрасно! Оверлей более-менее закомпожен. Теперь помещаем клип в главную композицию, FPS, которая не превышает 30, и делаем Velocity. Я делаю Velocity с помощью своего скрипта, который я показывал в этом туториале. Но вы можете использовать и обычный таймремаппинг. Смотрим на результат и видим, что из-за сильного замедления анимации оверлея практически нет, словно я затречил статичную картинку. Чтобы сделать так, чтобы Velocity не влияла на оверлей, его нужно затречить в текущей композиции, а не во внутренней. Для того, чтобы затречить его в текущей композиции, нам нужно вынести камеру. Если мы вынесем камеру обычным способом через Ctrl-C, Ctrl-V, то трекинг будет неправильный, так как камера не будет учитывать таймремаппинг. Чтобы вынести камеру и сделать так, чтобы она учитывала таймремаппинг, вам потребуется скачать мой камера таймремаппинг скрипт. Заходим на GitHub, релизы и качаем последнюю версию. Закидываем скрипт в папку Script UI Panels и перезапускаем After Effects. Жмем Window, листаем в самый низ и кликаем на камера таймремаппинг. Менюшку скрипта можно закрепить в нижнем правом углу вот таким образом. Чтобы с помощью этого скрипта вынести камеру, нужно зайти в композицию, где нет таймремаппинга, выделить камеру и скопировать ее параметры, нажав Copy. Если сделано все правильно, то появится окошко с надписью Camera Copied. После этого возвращаемся обратно в главную композицию, выделяем прикомпоз, на который наложен таймремаппинг и вставляем камеру, нажав на Paste. Параметры появившихся камер будут зависеть от таймремаппинга на прикомпозах. Например, если таймремаппинг отображает сотый кадр, то Expression автоматически выставит значения камеры, которые она имеет на сотом кадре. Замечательно, камеру мы вынесли, а значит теперь можем спокойно вынести и оверлей. Как видите, он идеально затречился. И так как на него больше не влияет таймремаппинг, у него появилась анимация. Выглядит неплохо, но я бы хотел сделать так, чтобы оверлея практически не было видно на игроке. Для этого нужно из оверлея вырезать слой с игроками. Чтобы это сделать, нам нужно как-то вынести слой с игроками в текущую композицию. К счастью, с помощью скрипта сделать это очень просто. Выделяем наши прикомпозы с таймремапом и жмем на кнопку D Дупликейт. Она создаст дубликаты прекомпозов, таймремаппинг которых будет привязан к оригинальным прекомпозам. То есть, если мы изменим велосити на оригинальном прекомпозе, то на дубликатах оно тоже автоматически изменится. Эти дубликаты мы можем заменить на любой нужный нам слой. Для этого нужно выделить все дубликаты и удерживая Alt перетащить нужный слой. Готово. Я перетащил слой с игроками и он успешно заменился и идеально засинкался. Перед перетаскиванием слоя опять же прошу внимание обратить на FPS. FPS композиции и всех слоев должен быть одинаковый, иначе у вас будет рассинхрон. У меня везде FPS равен 999, поэтому у меня рассинхрона нет. Для удобства давайте переименуем слои с игроками на 4 плеерс. Если вы хотите вынести еще один слой из композиции, то снова выделите прекомпоза с таймремаппингом, нажмите дупликейт и снова перетащите нужный вам слой, удерживая Alt. К примеру, я перетащил Depth и он идеально засинкался. Теперь, чтобы вырезать игроков из оверлея, можно заюзать эффект SetMath. Но, к сожалению, он правильно работает только с 2D-слоями, которые имеют дефолтный трансформ текущей композиции. Если простыми словами, то, чтобы SetMath правильно работал, нам нужно запрекомпозить оверлей. Опять же, с помощью скрипта это очень легко сделать. Выделяем оверлей, потом все камеры и жмем P, Precomp. После нажатия этой кнопки наш оверлей запрекомпозится вместе с продублированными камерами. Лучше объясню более подробно. После нажатия кнопки P, Precomp, все выделенные камеры и лампочки дублируются, и экспрешены камер конвертятся в кейфреймы. Дальше, все продублированные камеры и лампочки прекомпозятся вместе с остальными выделенными слоями. 3D-оверлей обязательно нужно прекомпозить вместе с камерами, иначе его трекинг солетит. Отлично! Возвращаемся в композицию и видим, что Precomp с оверлеем является 2D-слоем с дефолтным трансформом текущей композиции. Это значит, что мы спокойно можем наложить эффект Set Matte и он будет правильно работать. Выбираем здесь слой, который мы хотим вырезать из оверлея, в моем случае это слой с игроками. Дальше ставим вместо Source Effects and Masks, чтобы он учитывал все эффекты и маски, которые находятся на слое с игроками. У меня на слое с игроками никаких эффектов и масок не наложено, но я все равно это делаю на всякий случай. И наконец, нужно выбрать тип маски. Так как у меня слой с игроками это слой с прозрачным фоном, то я выбираю Alpha Channel. Как видите, у меня обрезалась область, которая находится за пределами игрока. Чтобы сделать так, чтобы обрезались игроки, нужно инвертнуть маску, нажав на кнопку Invert Matte. Теперь у нас обрезалось все идеально, но я бы хотел сделать так, чтобы на игроках оверлей был слегка виден. Чтобы настроить интенсивность маски, нужно зайти в свойства Precompose, Effects, Set Matte, Compositing Options, и здесь покрутить эффект Опасити. Я поставлю 70%. Теперь все топчик. Разумеется, для каждого Precompose нужно выбрать соответствующую маску, иначе оверлей будет неправильно обрезан. Просто обрежьте Precompose с оверлеем и выберите в Set Matte правильную маску. Снова смотрим на результат. Осталось вначале пофиксить Scale и немного замедлить оверлей, а то частицы слишком быстро падают. Для того, чтобы пофиксить Scale, выделяем оверлей, накидываем на него Transform, перемещаем Transform в самый верх, чтобы он никак не влиял на маску, и анимируем Scale. Scale исправлен. Для замедления оверлея я зауязаю свой Velocity Script. На 40% партиклы начали падать как мне надо, но также стали лагать из-за нехватки кадров. Чтобы немного сгладить это безобразие, можно зауязать Frame Mix или Pixel Motion. Просто потыкайте на эту кнопку и выберите то, что вам нравится больше. Если вам эти кнопки не помогают, то можете попробовать накинуть эффект Echo или BCC Temporal Blur. Готово. Вот финальный результат. А теперь представим, что после Precompose Overlay вы вдруг решили изменить Velocity. В текущей композиции камера изменит свои значения автоматически, но внутри Precompose с Overlay она этого не сделает, потому что здесь у нее нет никаких экспрессионов, поэтому значения камеры придется обновить вручную. Для этого в композиции с Velocity выделяем все камеры, дублируем их с помощью Ctrl плюс D и жмем на кнопку B Bake, чтобы законвертить экспрессионы в кейфреймы. После этого вырезаем камеры с помощью Ctrl плюс X, заходим Precompose с Overlay, удаляем старые камеры и вставляем новые, нажав Ctrl плюс V. Готово. Теперь Overlay будет правильно притречен. Если вы еще раз измените Velocity, то вам снова придется дублировать камеры, бейкать их и заменять в композиции с Overlay. Так что старайтесь делать финальное Velocity заранее, до добавления различных оверлеев. Помимо трекинга оверлеев, мой скрипт очень полезен для Motion Blur на партикуляре. Если затречить партикуляр внутри композиции без Velocity, то Motion Blur практически не будет, потому что внутри композиции камера двигается медленно, а сила Motion Blur на партикуляре как раз таки зависит от скорости движения камеры. Но если вы вынесете камеру из композиции, то она начнет учитывать Velocity. Если Velocity резкая, то и движение камеры будет резкое. Если вы притречите здесь партикуляр, то Motion Blur вначале тоже будет очень сильным, что очень круто. х х хочу вас предупредить о мелком баге. Если вы натречили Optical Flayer во внешней композиции и вдруг решили изменить Velocity, то Optical Flayer забагаются. Чтобы их разбагать, вам просто нужно почистить кэш. Для этого нажмите Edit, Purge, All Memory, OK. После этого Optical Flayer починится. Помимо трекинга различных объектов, во внешней композиции можно анимировать вообще любые эффекты. Тот же Dove или Flayer. Здесь это в разы удобнее, потому что сразу виден финальный результат Velocity. Еще если вы прошаренный, то можете экспортить камеру Blender, наделать там визуала и быстренько зарендерить результат. Без этого скрипта вам пришлось бы выносить оригинальную камеру и рендерить около тысячи целый день. А так вы можете вынести камеру, которая сразу учитывает Velocity и в итоге вам придется рендерить обычно не более 50 кадров. В общем возможностей у этого скрипта очень много. На этом все, если вы что-то не поняли либо нашли баг, то заходите на мой дискорд сервер и я вам обязательно помогу. Еще увидимся! Продолжение следует...